На специализированной штрафной стоянке с недавних пор красуется пассажирская «Газель». Она явно выбивается среди легковых автомобилей, которые задержаны до выяснения обстоятельств. Маршрутный транспорт попал сюда в понедельник днём за то, что водитель, перевозивший пассажиров, был в нетрезвом состоянии. 7 июля 2013 года, примерно в 11 часов 35 минут, сотрудниками ДПС по улице Комсомольской номер 1 был остановлен водитель 1964 года рождения, который управлял маршрутным автобусом «Луидор», в котором были пассажиры. В ходе проверки документов сотрудники обнаружили, что водитель был в нетрезвом состоянии. Мужчина от медицинского освидетельствования не отказался. Специальные приборы определили, что уровень алкоголя составляет 1,24 промилле. Уже потом в отношении водителя был составлен административный материал. Только, как сказали представители организации «Луидор», чей сотрудник был задержан пьяным, водитель куда-то пропал. Они не могут его найти, чтобы, выяснив все обстоятельства, забрать машину со штрафстоянки. Между тем, депутаты Нефтекамска на прошлой неделе приняли решение, которое касается перевозки пассажиров. Поэтому документ в скором времени на городские маршруты будет разыгрываться аукцион на право возить пассажиров. Причем, такие нарушения правил дорожного движения, как пьянство за рулем, будут явно не на руку организации, претендующей на перевозку жителей. Микроавтобусы 8С и 9С появились на улицах Нефтекамска весной этого года. Они работают на самых популярных маршрутах и предлагают проехать по более низкой цене. Но этот случай с нетрезвым водителем явно попортил репутацию предприятию. Лилия Ахметова, Иван Кузнецов, Ренат Гемазов. Информационная программа «Ежедневник».